Гриш, а расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас читаете курс, проводите занятия, называется «Еда как инструмент влияния». Интересный вопрос, вот, к примеру, расскажите о шоколаде. Это тот продукт, который сейчас очень популярен в мире, наверное, нет человека, ну, есть, конечно, но у всех дома, большинство, будет хоть одна шоколадная конфета, либо шоколадка. Ну, и это тот продукт, который очень любят дети. Как вот вы на этом курсе, что вы можете сказать о этом продукте? Как он влияет на человека? Ну, вот в тему того, что мы уже обсуждали, например, те самые проблемы со зрением, близорукость, какие-то вирусные заболевания, все остальное. То есть, по большому счету, например, такое понятие, как вирус, это, знаете, как сигнал о необходимости подстроиться, адаптироваться, получается, под ситуацию. То есть, принять ее в какой-то мере как есть, не пытаться дальше как-то ее жестко сломать под себя. Так вот, как раз именно шоколад очень прикольно, он как раз и позволяет смириться. То есть, у шоколада именно уже как шоколада. То есть, там, вот если рассматривать оно немножко более сложный момент, то есть, сами по себе какао-бобы более чистый продукт, получается. То есть, если, например, покупать вот эти семечки, если их кушать, вот это внутреннее зерно, довольно, кстати, вкусная штука, вот. То у них программа, когда человек попадает в безвыходную ситуацию, ему, он не знает, как из этого всего вырулить. Но само по себе какао позволяет, вот сейчас, находить какие-то вариации. То есть, само по себе какао позволяет видеть какие-то тонкие моменты, то есть, ощущать тонкую ситуацию и как-то из этого все-таки искать выход. Понятно? А вот уже если переводить это на какао, когда уже его перемололи, особенно, когда туда добавили там сахара, добавили молочка, там, как и все возможные вот эти нескольки, то, по сути, там уже срабатывает прогрессивный, или особенно шоколад, которому еще добавят еще какой-то определенной химии, жиров и всего остального. Там уже срабатывает программа «Смирение. Я». Но смирение, поймите, в каком важном моменте, не из серии, что у меня в жизни произошла ситуация, я понимаю, что я ничего изменить не могу, я мудро вижу ситуацию сверху и понимаю, что в дальнейшем получается, то есть, как в эту ситуацию не попадать. Шоколад хуже девы с действия. Он, по сути, ситуацию приземляет. Он максимально человека в какой-то мере загоняет условно, но в определенное безвыходное рабство. То есть, если переводить, то есть, это знаете, как я хожу, например, условно на работу, мне она не нравится, но, с другой стороны, что делать, все остальные так живут. То есть, вот это шоколадная модель. Я, по сути, в какой-то мере, получается, смиряюсь с тем, что так принято, такие устои, такие законы, такие правила, и необходимо всем так жить. Очень красивая зарисовка, то есть, у нас, например, как-то привели ребенка в садик, и идет ребенок других родителей и жует шоколадку. То есть, ему дали с утра, получается, шоколадную конфету. И мать четко говорит, что я в садик ребенка отвезти без шоколадки уже не могу. То есть, ребенок конкретно артачится, он в садик идти не хочет. И, в какой-то мере, в качестве смирения, о том, что надо идти, должна получаться, потому что матери нужно идти на работу, шоколад идеально подходит. Прикол в том, что, по сути, нынешняя вот эта всевозможная, назовем это шоколадная диета, в большом количестве давать детям шоколад, она вредна. Она вредна именно тем, что детей, по сути, таким образом загоняет в очень высокий уровень инфантильности. Инфантильность – это когда, знаете, ребенок, по сути, не учится на своих ошибках, он, по сути, принимает текущую ситуацию в мире, которая его окружает, как норму. То есть, он в дальнейшем, когда, получается, в детстве это еще может и неплохо, потому что действительно нужно ходить в школу, делать уроки, например, какую-то секцию, что-то по квартире шуршать. То есть, это еще неплохо, когда действительно нужно смиряться, что это такой порядок, такая расстановка. Но, если, получается, ребенок каждый раз ест шоколад, то есть, он смиряется с тем, что его не устраивает. Что, условно говоря, ему там не дарят такое количество игрушек, как он хочет, что его заставляют что-то делать, что ему нужно, получается, опять же, от уборки до урока. Но, когда ребенок вырастает, то есть, чем взрослее он становится, чем доза шоколада должна становиться меньше. То есть, он должен потихонечку выходить на то, что он должен становиться самостным. Он должен, получается, заниматься тем, что он хочет, а не то, как оно принято, получается, в качестве определенных рамок ограничений. Это не беспредельщик, это именно тот человек, который чего-то хочет, и он этого в жизни добивается. А не из серии, как он, знаете, ложится на болото, на дно, и, по сути, из этого состояния выходить не хочет. То есть, ребенок, который, по сути, ну, давайте так, подвержен вирусам часто, немножко шоколадку можно отдавать, действительно, чтобы он адаптировался. Но вопрос вам самый важный, когда дается шоколад, необходимо потихонечку ему начинать объяснять, почему это так, зачем это так, почему это приводит, какая должна быть трансформация, какие должны быть изменения. И какой смысл ходить в садик, ходить в школу, к чему-то в дальнейшем его приведет. Ему нужно давать перспективу дальнейшего движения. А если давать, кстати, перспективу дальнейшего движения, это даст, по сути, улучшение зрения, например, в отношении той самой близорукости. Ребенок, ходя в школу, он поймет, ради чего он туда стремится, почему он, получается, хочет получить, например, высшее образование, и какая у него перспектива дальнейшего движения. Это не будет обыкновенная простая зубрежка ради самой зубрежки, чтобы сейчас сдать и забыть. Это будет четкое понимание, что это ему пригодится, условно, через 10 лет. Тогда и зрение уйдет, получается, где-то с вирусами проблем не будет. Ну, вот в данной ситуации шоколад поможет. Но шоколадную диету нужно уменьшать. И там еще очень тоже красивый моментик. И мы когда на курсе как раз еда, инструмент влияния, разбираем такие вещи, как конструктор, то есть сам по себе какао, как чистый продукт, у него один характер. То есть если я добавлю к нему, например, уже сахара, это уже будет сочетание двух программ. То есть это уже будет сочетание двух характеров. Если я сделаю какао на воде, это, получается, либо на молоке, плюс сахар, это будут разные, получается, продукты. Если я уже, получается, сделаю, расплавлю шоколад, это будет уже четвертый фактор, понимаете? То есть там очень важно в этих моментах понимать, получается, что является составляющими, ингредиентами, получается, то есть вот такие вещи. Ну, как образ, например, то есть элементарно по шоколадке. То есть если мы берем шоколад с точки зрения, ну даже не шоколад, а понятие этого, какао. То есть и добавляем туда сахар, то у сахара очень хитрая штука. Сахар сам по себе, он работает в модели эго. То есть он работает в модели стягивания с других ровно столько энергии, сколько у них есть. То есть сахар максимально обессиливает. Это, кстати, вы заметили важный момент, если какао, это ребенок должен смириться, то по сути добавление сахара, например, делают же такие сладко-притерные какао сам по себе. То есть это то состояние, когда уже я смиряюсь, но я за это требую максимальное количество, получается, теперь внимания, любви, энергии, включенности, получается, то есть запаса, ресурсов и всего остального. То есть это эгоист, который, получается, то есть в итоге, знаете, его обделяют в чем-то, говорят, смирись, но он за это столько условно выпит крови, что даже не знаю, что лучше. Он будет требовать за это, получается, к себе максимального внимания. Интересный вопрос. Вот по детям понятно. А у меня знакомая была, которая рассказывала, что каждый день после работы она съедала одну плитку шоколада, а по-другому не могла. Вот как сделать... Пачечку вечернего Киева, коробочку. Ну, либо пачку вечернего Киева. Как вот сделать психоанализ человека, исходя вот из этой информации? Что в жизни у него могло такого происходить, что вот каждый день по шоколадке? А здесь очень интересный момент. То есть, по сути, то, что мы, например, во время обучения занимаемся, мы как раз и работаем с конструктором. То есть это не из серии, получается, просто как голый продукт, голый какой-то характер, получается. То есть самое важное понимать, как это применять в жизни. То есть насколько, получается, например, поедание шоколадки девочки, которая приходит на свидание, первое свидание, давайте так, с мальчиком, и начинает тотально садиться на шоколадку. Она заказывает себе какой-нибудь пражский тортик, она себе заказывает какой-нибудь пудинг, она себе что-нибудь берет, там шоколадом аж просто зашкаливает. Еще какао запивает, понимаете? И это четко нужно понимать, что это ее модель проявления, ее модель поведения именно на эту ситуацию. То есть она может по жизни так себя вести, но в данной ситуации она конкретно проявляется именно в этом случае, как шоколадная. Ну, либо как какао, понятно. И уже четко через шоколадку можно понимать ее модель поведения к мужчине. Вот, кстати, ну опять же, смотрите момент элементарный. То есть, например, два бизнес-партнера встречаются в ресторане, то есть у них какой-нибудь там совместный ужин, совместный обед, они сидят, решают, получается, то есть как будет идти сделка, как они будут договариваться. Есть же такая часто распространенная тема. И, по сути, программа шоколада покажет то, как партнер относится к другому партнеру. То есть какая его настроенность, какая его уже в какой-то мере как эмоциональная включенность, чего он будет требовать, чего он будет хотеть, понимаете? То есть, по сути, вот уже элементарно, если девочка приходит шоколадная навстречу, по большому счету, то есть она где-то уже будет работать в модели, ну, как ли, какао, давайте так. То есть она будет работать в модели вот такой инфантильности, да? Она будет требовать от мужчины к себе больше внимания, она где-то уже готова к нему подстраиваться, она готова, получается, смиряться. Ну, знаете, как оно грубо звучит, ну, как вот она без рыбий, получается, да? И рака возьмешь, получается. То есть она в какой-то мере воспринимает уже партнера, с которым встречается, как, знаете, в определенной степени, ну, не то, что их, может быть, хотелось, но хоть что-то есть, хоть какой-то, получается, хоть две ноги, хоть две руки, да? Может, любви нет, но ничего, получается, то есть можно что-то с него и взять. Бизнесмен тоже самое, тоже будет высокий уровень инфантильности. То есть если взять, например, тоже мою знакомую, которая по шоколадке в день сидала, это вопрос в том, что она смиряется с работой, если она после работы приходит. А может, еще даже домой приходит, и это смиряется с тем, куда она приходит, с кем она живет. Ага, даже так. А наш тот же вопрос теперь самый важный, опять же, то есть как в психоанализе еды, так и получается, то есть в продуктах самое важное смотреть контекст ситуации. То есть важны входные данные, скажем так. То есть если она живет сама, и она приходит домой и ест шоколадку, и у нее шоколад срабатывает именно на ее одиночество, то по сути она шоколадом заедает то, что получается, она одна. Она автоматически поедает шоколад, смиряется с тем, чтобы в какой-то мере, да, да, ну так и что делать, то есть судьба. Вот у меня еще есть подруги, которые еще хуже, получается, есть мужики, но они там бьют постоянно и бьют их, а вот у меня лучше вот так вот. То есть в какой-то мере, кстати, ну как такая, лучше голода, чем что попало есть. Но в итоге она получается, то есть важный момент, смотрите, она ситуацию не меняет. То есть шоколад стопорит, шоколад, получается, останавливает в развитии шоколад, по сути, то есть гасит на уровне, ну в какой-то мере, как такого маленького удовольствия здесь и сейчас, успокойся, все хорошо. Но на самом деле, получается, очень красиво наблюдать, кстати, на занятиях, встречаются люди, которых шоколад не любят, они его не едят, они его на дух не переносят. И это сами по себе люди довольно жесткие бунтари. Это тот взгляд людей, которые как раз, когда сталкиваются с ситуацией, где нужно подкориться, ну, подкориться, а именно как подчиниться, скажем так, смириться, они этого не делают. Они начинают как раз включать жесткую, получается, войну, контру, прессинг, получается, то есть движение вовне. А еще, смотрите, вопрос. Вы дали пример с бизнесменами, которые сидят на переговорах. Если шоколад помогает усмириться, принять ситуацию, можно ли так сделать? Ну, к примеру, я как бизнесмен прихожу и говорю своему партнеру, вот мы сейчас будем делать вот так, так и так. Я предлагаю свои правила, те, что интересны мне. И приносят чаек, и я заказываю шоколадку. И в этот момент как бы угостить партнера шоколадкой, чтобы он все это принял и подумал. Да, да, да. В данной ситуации, по сути, как раз, мы где-то как раз, когда, ну, вначале назвали курс психоанализ еды и продуктов питания, потом, получается, поняли, что для людей это довольно сложное название. Люди не до конца понимают, о чем идет речь. А вот когда уже назвали еда как инструмент влияния, люди уже, получается, больше включены. Потому что, по сути, если брать, то есть еду, ну, это как инструмент. Вот как вот то, что я объяснял, как топливо. То есть его можно использовать как в одну сторону, так и в другую. Его можно использовать как для понимания самого себя, ну, кстати, как и психоанализ заболеваний, так и для понимания других. А когда ты понимаешь другого, когда ты понимаешь его ахиллесовую пяту, ты знаешь, как он себя ведет, на что он включен, какая его настроенность, по сути, на это можно влиять. Это можно блокировать, это можно от себя отстранять, чтобы манипуляция эта не влияла. Ну, как образ, либо, наоборот, получается, то есть этого человека через этот канал, по сути, какой-то мере, то есть и манипулировать, то есть управлять им, да. То есть, ну, как образ, придет человек, который, то есть, очень тотально любит сладенькое, да, то есть четко уже это будет сигнал о том, что им можно манипулировать по каналу внимания, похвалы, каких-то, получается, чрезмерной такой лезть и все остальное. Ну, да, там с этим не переборщите. С одной стороны, конечно, минус большой, он будет требовать этого все больше и больше и больше и больше. Ну, например, как партнер во время бизнес-встреч. Партнер, который будет любить тотально сладкое, это партнер, который требует внимания. Это тот партнер, которому постоянно нужны комплименты, которому нужно постоянно оценивать, что, боже, как мне повезло о том, что я с тобой работаю, и ты у меня выступаешь в качестве партнера, понятно? Но этого признания, опять же повторюсь, нужно все больше и больше. Он падкин на это. То есть тут минус, кстати, большой тем, потому что он будет уже работать не ради смысла, чтобы, например, бизнес приносил деньги, чтобы бизнес, например, давал какую-то, получается, то есть пользу окружающему миру, чтобы товары, знаете, люди получали, потребляли и каким-то образом из этого становились лучше. Он уже, ему важна обратная связь, ему важно, получается, признание того, что он молодец. То есть это его главный мотив действия. Интересно, значит, получается, что если понимать характер каждого продукта и контекст ситуации, можно ее разворачивать для себя в плюс, позитив, выходить из каких-то сложных ситуаций, либо... Не в минус, точно в плюс. И в ту, и в другую сторону. В плюс для себя, чтобы понимать свое состояние, и плюс для того, чтобы понимать оппонента, либо партнера, и понимать, каким управлять, да? Хорошо.